Это произошло в Гималаях в 1996 году. Российская научная экспедиция обнаружила несколько древних каменных сооружений с необычными знаками. Попытавшись расшифровать загадочные изображения, исследователи сделали любопытное открытие. Раньше два полюса нашей планеты были совсем не там, где сейчас. Земля неожиданно повернулась на 60 градусов. И это перемещение вызвало катаклизмы глобального масштаба. Их отголоски можно услышать в многочисленных легендах о всемирном потопе. Но кто сказал, что наводнение времен Ноева Ковчега было последним? Попытавшись смоделировать новое смещение земной оси, исследователи пришли к ошеломляющему выводу. Россия будет тропической страной. Новый экватор пройдет примерно в районе Тюмени. Поднимется уровень океанов. Утонут Великобритания, Голландия, Бельгия, север Германии, часть Польши, Италии, Украины и Франции. А вот Северный полюс сместится в район Соединенных Штатов Америки. Причем пик его окажется на том самом месте, который испокон веков заставляет трепетать всех, кто хоть когда-нибудь там побывал. И место это именуется таинственное и страшно. Башня Дьявола. Посреди бескрайних просторов американских великих равнин на территории штата Вайоминг высится странная одинокая скалу. У кого-то из местных жителей она вызывает благоговейный трепет, а у кого-то неподдельный страх. С нею связано множество загадок и легенд. Кто и когда прозвал эту скалу башней Дьявола неизвестно. Но название это появилось неспроста. На самом деле местные индейцы называли в течение много веков, может быть тысячу лет назад, называли совершенно по-другому. Называли вершина истины, последний шаг в небеса. Вот такие были романтические названия. И у индейцев бытовало такое поверье, что самый мудрый шаман, чтобы получить истину, он должен попытаться взобраться на эту возвышенность. Первая загадка скалы. Как и когда она появилась на совершенно плоской равнине? Есть версия, что более 50 миллионов лет назад в этом месте плескались морские волны. Но однажды подводный вулкан проснулся и выбросил вверх столб расплавленной магмы. Эта магма застыла в виде базальтовой башни из пучка граненых пятиугольных столпов. После этого море отступило, и посреди абсолютно ровной местности осталась одинокая скала удивительно правильной формы. Со временем солнце, вода, ветер, сезонные суточные перепады температуры убрали лишние осадочные породы, отполировали до блеска граненые каменные бока, и скала еще больше стала походить на искусственное сооружение. Это теория геологов. Такого типа башен, которые учеными, геологами называются инзельбергами, то есть островными горами или горами-островами, в мире еще несколько десятков. То есть это определенная геологическая формация, которая образовалась миллионы лет назад, из таких вот сложных очень конкрессий. И поэтому вид у нее очень загадочный и такой вызывающий какие-то далеко идущие мысли ученых о ее происхождении. Наиболее известные островные горы – это столбчатый мыс на Кунашире и мостовая гигантов в Ирландии. Эти объекты обладают схожей архитектурой, структурой, однако все равно отличаются от скалы в штате Вайоминг. Внешне башни дьявола в США – словно сложенные пучком каменные столбы, с неестественной для природы геометрией в виде правильного пятиугольника. Однако обитатели здешних мест не принимают геологическую, то есть научную теорию происхождения башни дьявола. Стихия не способна создать сооружение абсолютно правильной формы. Поэтому, считают аборигены, скала рукотворна. Но кто мог воздвигнуть такую громадину высотой почти 400 метров? А это в два с половиной раза выше пирамиды Хеопса. Разумеется, существо, обладающее сверхъестественной силой. Но что это за существо? Вот тут и возникает ряд любопытных моментов. Индейцы никогда не селились в этой местности и в обычной жизни старались обходить ее стороной. Они назвали эту скалу башней плохого бога. Не страшились башни только шаманы, которые устраивали у подножия горы колдовские шабаши. Башня давала, открывала дорогу в небо, открывала истину. И индейцы, совершая обряд, обходили эту башню. Костры жгли, вопрошали. Шаманы совершали определенные обряды. Согласно легенде, на вершине скалы живет злой демон. Именно он и воздвиг для себя такое грозное и неприступное жилище. Демон люто ненавидит весь род людской и горит неистовым желанием стереть его с лица земли. Для этого он бьет в огромный барабан, извиваясь в диком танце и созывая в свое войско темные силы. Но едва огромная армия его приспешников собирается вокруг башни плохого бога, как на небе сгущаются тучи и начинается гроза. Это добрые небесные ангелы пресекают шабаш, поражая нечистых и их вождя огненными стрелами молнии. Демон вынужден прятаться от них внутри скалы, а его вояки позорно разбегаются. Впрочем, через некоторое время демон забывает полученный урок и снова начинает свои козни. Для индейцев вопрос, существуют ли душа или духи внутри башни дьявола, это даже не вопрос. Безусловно, существуют, им требуется поклонение, им требуется уважение, их нельзя никоим образом, по мнению индейцев, тревожить, ну и так далее и тому подобное. То есть башня дьявола это не просто место обиталища некого там существа, некого дьявола, как по версии европейцев, это и есть само существо. Другая индейская легенда иначе объясняет возникновение башни. В этой местности обитал злой дух в облике огромного медведя-людоеда. Однажды зверь напал на несколько красивых девушек. Спасаясь от кровожадного монстра, они взобрались на небольшой валу. Медведь бросился за ними, раздирая камень острыми длинными когтями. Тогда красавицы обратились к валуну с мольбой о помощи. И он услышал их мольбу и стал быстро расти, превращаясь в высокую скалу и унося девушек вверх, к небесам. Но одна юная красавица замешкалась и почти оказалась в звериных лапах людоеда. Он продолжал преследовать ее, и продолговатые следы, которые остались на этой башне, они как раз пробиты огромными когтями этого медведя, который карабкался на отвесные скалы за этой девочкой, которую пытался достать. Казалось, спасение не. Но произошло чудо, и девушку, которая замешкалась и остальных ее подруг, некие силы превратили в птиц, и все они взлетели в небо. Теперь юные красавицы сияют там со звездем Плеяды. А злого и кровожадного медведя порыв ветра сбросил с вершины скалы, и зверь разбился насмерть. Но следы от его когтей в виде геометрически правильных складок, напоминающих гофры на женском платье, навсегда запечатлены на башне. Всегда. Любой объект, географический, природный объект, необычный, он привлекает людей и порождает много легенд. Легенды, всевозможные сказания, предания и так далее. И безусловно, в древности индейцы, конечно, наделяли этот столб гигантский, эту возвышенность, ну, придавали какие-то волшебные свойства. Исследователи утверждают, что легенды на пустом месте не рождаются. И эта скала действительно обладает колдовской силой. Здесь патогенная зона. Это означает, что вокруг башни дьявола сильно искажаются процессы жизнедеятельности, и окружающая атмосфера порождает странное явление. К примеру, многие видели на ее вершине какое-то загадочное свечение, что дало повод говорить, скала является посадочной площадкой для НЛО. Это мнение уфологов невольно подкрепило режиссер Стивен Спилберг своим фильмом «Близкие контакты третьей степени». В его картине сцена, где огромный корабль инопланетян приземляется на плоской вершине горы, снималась как раз на башне дьявола. Случайно или намеренно выбрал режиссер такую натуру для съемок. Там происходят какие-то геологические такие катаклизмы мелкого формата, что называется, какие-то небольшие извержения, небольшие какие-то полохи. Все это говорит о том, что место неспокойное. Естественно, что это могло вызвать и такие крайние по своему объяснению события, как прилеты, отлеты каких-то объектов. То есть на самом деле это могут быть и шуровые молнии, очень похожие на такие плазменные какие-то образования, похожие на НЛО, природа которых до сих пор не разгадана. Еще одна неразгаданная загадка башни дьявола. Скала категорически не подпускает к себе белого человека. Впервые колонисты из Европы оказались в этих местах в начале 19-го столетия. И поначалу, следуя советам индейцев, сами обходили стороной таинственный объект. Но неиссякаемая сила любопытства тянула пришельцев к скале, толкая их на покорение вершины. Но не тут-то было. Какая-то неведомая преграда каждый раз возникала перед смельчаками, которые пытались взобраться на башню дьявола. Башня считается неприступной, ну, скажу, относительно неприступной, потому что за всю ее историю на башне побывало 4 человека, из них половина это люди, которые оказались там не совсем по своей воле, для спасения других. Оказалось, что, несмотря на многочисленные попытки, даже самые именитые альпинисты, за исключением одного единственного альпиниста, все остальные терпели фиаско и, к сожалению, признавали, что величие и неприступность Девилс Тауэр выше их возможностей. Первое восхождение на башню дьявола было совершено еще в 19 веке. 4 июля 1893 года двое фермеров, обосновавшихся в Вайоминге, Уильям Роджерс и Уиллар Трипли, без всякого альпинистского снаряжения, просто загнав колышки в трещины скалы и закрепив на них деревянные лестницы, взобрались на самый верх демонической скалы. Некоторые из этих деревянных колышков остаются нетронутыми до сих пор. Затем в 1938 году вершины достиг скалолаз Джек Дерранс. Однако никаких документальных доказательств этого восхождения он не оставил. Поэтому так называемый подвиг Дерранса многие подвергли сомнению. Но спустя некоторое время альпинисту вновь пришлось подниматься на башню дьявола. Только уже против своей воли. Но об этом чуть позже. Четвертым смельчаком, который решил попасть на вершину и всех удивить, стал известный американский трюкач и парашютист Джордж Хопкинс. Он поддался на уговоры у строителей большого авиационного праздника в расположенном неподалеку городке Рапидсити. Уговоры были подкреплены чеком на солидную сумму. Не устояв перед соблазном наживы, Хопкинс согласился прыгнуть на башню дьявола с парашютом. Этот сумасшедший прыжок привлек множество зрителей. С самого начала все пошло не так, как было задумано. Хопкинс вроде бы благополучно приземлился в самом центре площадки. Но тут порыв ветра подхватил парашютиста и потащил его к краю обрыва. С большим трудом Джорджу удалось освободиться от строп в самый последний момент, когда гибель уже казалась неизбежной. Но теперь перед отважным покорителем вершины встала другая проблема. Как спуститься вниз? Сначала Джорджа Хопкинса попытались снять с вершины вертолетом. Высота небольшая, да и площадка наверху просторная и плоская. Но из-за сильного ветра ни одна попытка подхватить пленника со скалы у вертолетчиков не удалась. Мне казалось, что ситуация более чем простая. поднимали на вертолетах людей и даже стонущих судов. Но с башни дьявола это оказалось невозможно, потому что ни вертолеты не могли спуститься, ни альпинисты не могли подняться, чтобы снять оттуда незадачливого парашютиста, которому угораздило приземлиться на эту точку. потом спасатели попытались сбрасывать с воздуха тюки с альпинистской амуниции, чтобы Хопкин сам попытался спуститься вниз при помощи профессионального оборудования. Но амуниция или пролетала мимо, падая в пропасть, или билась о скалу, после чего веревки приходили в негодность. Да и не за что их было зацепить. Когда была осознана вся серьезность безвыходной ситуации с парашютистом на башне дьявола, власти решили создать специальный комитет для спасения Хопкинса. После нескольких часов беспрерывного заседания в Рапид-Сити спасатели решили хоть как-то облегчить судьбу пленника. Но погода в этот день была нелетной и поднять авиацию не представлялось возможным. Но как только небо немного прояснилось, над вершиной скалы закружилось несколько вертолетов, которые к ужасу Хопкинса подвергли его площадку и всю окружающую местность настоящей бомбардировки. С неба сыпались спальные мешки, консервы и множество тому подобных предметов первой необходимости, от которых пленник башни дьявола едва успевал увертываться. Все время, пока Джорджа Хопкинса снабжали с воздуха водой и пищей. На скалу один за другим пытались подняться профессиональные и именитые альпинисты. Но безуспешно. В то же самое время не без иронии скажу, тот парашютист, который был вынужден в качестве Робинзона целую неделю провести на башне, рассказывал, что к его удивлению крысы в изобилии водятся на этом месте и судя по всему крысы имеют возможность спускаться и подниматься по неизвестным каким-то своим крысиным ходам на поверхность и соответственно для крыс это место абсолютно доступное. Когда последний профессиональный альпинист заявил, что одолеть башню дьявола невозможно, спасательному комитету пришла в голову мысль найти того самого Джека Деранса, заявлявшего ранее, что он покорил эту вершину. Скалолазы с большим трудом разыскали на восточном побережье США, доставили на место происшествия и почти силой заставили повторить восхождение. Деран сумел забраться на скалу и вызволить пленника. Самое удивительное, что в древних индейских преданиях есть упоминание о том, что давным-давно шаманы, презирая злого духа живущего в скале, взбирались на вершину, чтобы познать высшую истину и победить страх перед неведомо. Что же тогда произошло, если современные альпинисты оказались неспособными одолеть гору высотой менее полукилометра? Я, конечно, не могу исключать, что в более ранние времена, может быть, сотни, может быть, тысячи лет башня была более доступной, а сейчас в силу обрушения доступных троп она превратилась неприступную крепость. В последнее время о башне дьявола исследователи заговорили вновь. Согласно версиям эзотериков, с этой скалой в Вайоминге связано некое географическое число 6666. Поистине дьявольское значение. Что бы это могло значить? Люди издавна верят в магические свойства чисел. К примеру, считается, что цифра 6 связана с Антихристом и приносит несчастье. Причем шестерке опасается не только простой народ, подверженный разным суевериям, но и люди вполне образованные, опирающиеся на познание мира с точки зрения материализма и требующие доказательств тем или иным явлениям, которые происходят вокруг. Некоторые из таких материалистов без зазрения совести считают, что число 6 символ частицы дьявола в душе человека, платой за которую являются страдания при попытках избавиться от проклятия. Если от нее не избавиться, то появится психическая или физическая болезнь. Удвоенная шестерка 66. Символическое олицетворение массового группового дьявольского вмешательства в души людей и даже целой нации. 666. Это единица измерения общечеловеческого дьявольского начала, ведущего к непредсказуемым последствиям, глобальным катастрофам, эпидемиям. А вот четыре шестерки могут угрожать не только людям, но и жизни на планете в целом. Есть мнение, что вся планета состоит из так называемых энергетических треугольников. Вряд ли можно считать простой случайностью, что расстояние между узловыми и самыми таинственными точками на планете, вершинами этих треугольников, составляет 6666 километров. А именно, между Северным полюсом и Священной горой Кайлас на Тибете, между островом Пасхи и Бермудским треугольником, между пирамидами Египта и многими другими таинственными и загадочными объектами на планете. Что интересно, от Стоунхенджа до Башни Дьявола те же 6666 километров. Сделав соответствующие вычисления, некоторые исследователи пришли к выводу, что Земля стоит на пороге крупнейшей в своей истории катастрофы. Произойдет сдвиг полюсов. Северный полюс дважды переместится ровно на 60 градусов, на третью часть полуокружности Земли, после чего окажется в штате Вайоминг. И в самом центре Северного полюса будет находиться башня дьявола. Начнем с положения Северного полюса. Конечно, он меняется, полюс, и вполне возможно, но это уже ученые могут сейчас очевидно просчитать и указать, где там в ближайшие 100 лет или 1000 лет может находиться Северный полюс. это первое. Второе, я бы, конечно, очень осторожно вот к этим подсчетам 6666. Не знаю, кто проводил эти измерения. Как утверждают исследователи, все расстояния с четырьмя шестерками между объектами на Земле, хранящими в себе неразгаданные тайны, были рассчитаны с помощью компьютерного моделирования. И поводом для таких расчетов послужили удивительные находки в Гималаях, свидетельствующие о том, что давным-давно магнитные полюса на нашей планете были совсем в других местах. Более того, есть предположение, что цивилизация Атлантов была известна направление, по которому смещается земная ось и башня дьявола одной из искусственных сооружений, построенных древними зодчими как знак, предупреждающих далеких потомков о грядущей катастрофе. Если такая катастрофа произойдет, то на месте штата Войямин образуется ледяная пустыня, а вокруг будут бушевать волны нового всемирного потопа. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»